Привет друзья! Это ТОП ДОТА и новые свежие пасхалки. Прошлый ролик с этой темой набрал уже 5000 лайков. Большое вам за это спасибо и знайте, что чем больше лукасов будет здесь, тем быстрее будет и следующая часть. Ну а сегодня пасхалок будет сразу штук 10, потому что все они довольно коротенькие и не хочется лить много воды. Поехали! Я думаю уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или запустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай, и этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA. Ссылка в описании. Первая наша пасхалка очень забавная и связана она с Ликантропом, а точнее с его фразой, которую он иногда произносит перед смертью. Напишите в комменты, если знаете откуда это, но вряд ли вы знаете, потому что это из Сумерек. Да, в доте есть отсылки к сумеркам. Дело в том, что фанаты саги условно делят себя на команды, в зависимости от того, какой из главных героев им нравится больше – оборотень Джейкоб или бледный вампир. Ну а слова Ликана типа выражают удивление, мол он думал, что ты был в команде оборотней, но убил его. Следующая отсылка спрятана во фразе Клоукверка. Услышать её можно очень часто, но мало кто будет искать в ней какой-то смысл. Тем не менее, она нас отсылает к древнегреческой философии и к парадоксу Зенона об Ахиллесе и Черепахе, в котором Черепаха всегда выигрывает гонку с Ахиллесом. Не буду ума пересказывать, чтобы вы тут не выключили видос слишком рано, но это довольно занятная тема. И в описании оставлю ссылку для тех, кто хочет всё-таки об этом почитать. Вот так вот Дота объединяет в себе и философию греков, и фильмы про вампиров и бог знает что ещё. По-моему это очень забавно. Ещё она объединяет в себе и разные музыкальные референсы. Например, когда вы будете играть за Тинни, вы нередко сможете услышать такую фразу, которая, как многие догадались, является прямой отсылкой к британской рок-группе Роллинг Стоунс, выступающей на сцене ещё с 60-х годов. Возможно, раньше вы этого не замечали, да и сейчас мало кто их слушает, а вот ваш батя, например, пустил бы слезу, если бы играл за Тинни. И когда я сказал о разной музыкальной референсе, я подразумевал, что их как минимум будет больше одного. Так, например, фраза морфинга «Wave of Mutilation» – это прямая отсылка к одноимённой песне американской группы «The Pixies». Это не такие популярные ребята, как Роллинг Стоунс, но вы можете их знать, например, по вот этой вот чудесной песне, на которую делали кавер-пласибо. А вот фраза «Легионки» – это уже отсылка к строкам из Фоллаута, только там написано, что война не меняется никогда. А тут немножко наоборот. Я, кстати, старался брать те отсылки и пасхалочки, которых на ютубе ещё не было, но эту тоже втиснул. Хоть где-то я её, по-моему, уже и слышал. Но она довольно крутая, так что пусть будет. Следующая божественная пасхалка спряталась в фразе Зевса, и она связана с девизом США «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Ну и так как Зевс – это Бог, он верит в сам себя. Настоящий американец. А фраза бистмастера «Bass Hunter on the Hunt» – это отсылочка к одному диджею, о котором я вам уже рассказывал. Шведский чувак Бас Хантер, написавший песню «Дота». Не знаю, как он связан с бистмастером, но возможно это просто своего рода респект от разработчиков или что-то такое. Если я ошибаюсь и смысл тут всё же есть, то обязательно напишите об этом в комментах. Также в доте не обошлось и без отсылок на другие игры Valve, даже на ту же Left 4 Dead. К ней ссылается Вич Доктор, когда говорит «ПИЛЗЕР». Эту фразу прямо один в один можно услышать в вышеупомянутой игре, если найти таблетки. Кстати, хорошая была игра. Если выйдет третья часть, то обязательно покатаю. Ну и последняя на сегодня – реплика Клинкса. Это снова отсылка к песне, на этот раз к песне британского рок-музыканта Дэвида Боуи с одноимённым названием. На этом сегодня всё. Если наберём, давайте, 4000 лайков, то сразу побегу искать материал для следующей части. Кстати, видос этот я постарался сделать более качественным, чем все мои предыдущие и надеюсь, вы это как-то заметили и оценили. В любом случае, спасибо за просмотр. Пишите в комменты какие-нибудь интересные пасхалки, о которых знаете вы, но не знает большинство и, возможно, я засвечу вас в ролике. В прошлый раз ничего такого не прислали, так что засвечу давайте вот этот коммент, почему бы и нет. Ладно, завтра услышимся. Удачи!